Шаббат шалом! Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение недельной главы Пкудей. Написано, что Маше отчитался. Он должен был отчитаться перед народом о проделанной работе, куда он использовал все материалы. И он отчитался, и он сказал, сколько у нас золота было собрано, сколько использовано. Это было, допустим, 29 кикаров, 730 шекелей. Также он отчитался за серебро, которого было 100 кикаров и 1075 шекелей, и за медь, которая была 70 кикаров и 2400 шекелей. И тут он понял, что он не может отчитаться за 1775 шекелей серебра. Он смотрит, понял он, куда использовано серебро, написано, что это на подножии использовано, небольшие, 100 кикаров, он-то понял столько кикаров, а это все у него вылетело из головы. Всевышний так сделал для того, чтобы Маше понял, что очень важен отчет перед народом за каждую деталь, чтобы люди даже и мысленно не могли подумать о человеке, что он может что-то использовать не по назначению. Тем более, он слышал, как люди говорили, что шея Маше стала толще. Другой говорит человек, что это потому, что он руководил работами и управлял всеми средствами, которые люди собрали. Но они не были праведниками, эти люди, но все равно Маше понял, что идеально отчитаться. И тогда небесный голос раздался и сказал Маше, что ты их использовал для серебряных крючков, которые идут в заборе. То есть, вот так. Нам этот медраж непонятен, в принципе, потому что там не только серебряные крючки, и там еще и нить серебряная, которые обвили все столбы, и крышки серебряные, которые покрывают все 60 столбов, но неважно. Главное, что смысл в том, что Маше четко отчитался перед людьми. После того, как он четко отчитывается перед людьми о средствах, он передает руководство над Мишканом и Тамару Коину. Сыну Агарона Коина и Тамару. Он занимался этим. Написано, что Маше 18 раз сказал... Всевышний сказал Маше, что Маше сделал все, как... Как сказал ему Всевышний, Маше так выполнил. Четко. И это 18 раз. Поэтому у нас в Амеде 18 благословений. Сейчас нет у нас храма, нет у нас Мишкана. Поэтому мы сейчас надеемся на нашу молитву. Вот эти 18 благословений, это не случайность. Потом интересно, что говорится о мире. То есть, когда Адам согрешил, то шхена Всевышнего удалилась на первое небо. И так дальше. Грехи всех поколений служили тому, что шхена удалилась до седьмого неба. После этого нужно было ее вернуть назад на землю. И тогда Аврагам вернул его седьмого неба на шестое. Ицхак на пятое. Яков на четвертое, соответственно. И потом Леви вернул его на третье. И Кегат вернул его на второе. И Амрам, отец Маше, вернул его на первое. И Маше уже вернул шхену на землю. Мишкан был построен. Храм пустыни. Был построен в месяце Киселев, 25 числа. За три месяца. Но Всевышний сказал, что действовать он начнет с месяца Несан. Это святой месяц. Мы знаем, мы в этот месяц вышли из Египта. Первое Несана, это у нас Новый год царей считается. Один из четырех новых годов, который у нас есть. У нас есть, допустим, Новый год царей. Есть у нас Новый год принесения животных, 10 Иллула. Есть у нас Новый год, когда меняется календарный год. Это у нас Голова года, Рошашана. Это Месяц Тиши, Первое Тиши. И есть у нас Новый год деревьев, Туби Шват. Вот он идет Месяц Шват. Но как же так? Надо же как-то отметить Месяц Киселев. Наши Мудрецы говорят, А Всевышний сделал 25-е Киселев. Начало праздника Ханука. Сделал он 8 дней Хануки. И такой праздник, что в нем может быть сразу три праздника. У нас в праздник Ханука будет еще и Новомесячье. И если совпадает этот день Новомесячья субботой, то сразу три праздника в один день могут быть. Вот такой праздник Ханука. Потому что Всевышний его не забыл. Он все четко отметил и наградил Месяц Киселев тоже. Написано, что все люди, которые занимались строительством Мешкана, все четко выполнили свою задачу и принесли свои части, хотели сложить Мешкан. Но Маше сказал, что Всевышний объяснил до первого Ниссана. Он не будет собран, как положено. Они сказали, что мы хотим собрать. И пытались собрать, как они не пытались, как они четко не пытались сложить Мешкан, ничего у них не вышло. Маше тоже не знал. Но когда пришло время, то Маше подошел к частям Мешкана, и они соединились. И это было чудо. И пишется, что 7 дней Маше работал над этим, но в 8 день Всевышний дал Маше сложить полностью Мешкан в том порядке, который Всевышний указал, и закрыл центральный засов. И начал работать храм у нас. Об этом подробно написано в главе Шмине. Это книга Вайкра. Это следующая книга. Потому что глава Пкудей заканчивает вторую книгу Торы Шмот. Когда храм был собран, то тогда написано, что хена Всевышнего наполнила шатер, и написано, что хена уже у нас вернулась на землю. И теперь Всевышний сказал, что я буду пребывать между двумя кровим, и можете спрашивать и просить за себя, и просьбы, и все будет услышано лучше, чем сейчас. И Маше мы знаем, что мог заходить в любой день святая святых, и говорить со Всевышним. Это мы знаем. Но до этого, конечно, таких чудес не было. Вот так вот. А на сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души. Мойше бен Давид, Берт Абат Исраэль, Яков бен Нахум, Владир бен Григорий, Павел бен Ефим, За здоровье Шолом Йона бен Сара, Светлана бен Лара, Инна бен Мира, Шимон бен Исхак, Борис бен Мария, Анна бен Ривка, Полина пер бен Соня Сура, Лена бен Лара, Женя бен Ида, Анна бен Елена, Ефим бен Эстер, Двора бен Мирия, Моисей бен Ева, Ирина бен Раиса, Инесса бен Маэль, Евгений бен Берт, Евгений бен Ита, Фира бен Ана, Геннадий бен Елена, Мойша бен Маня, Елена бен Инесса, Ольга бен Светлана, Йосиф Дан бен Сара, Таня бен Фрида, Ида бен Рива, Малка Рут бен Соня, Юлия бен Белла, Яков Йосиф бен Рахель, Шимон бен Мира, Фейга бен Берта, Ася бен Года, Марк бен Нина, Йосиф бен Фрума, Лер бен Клара, Рафаэль бен Клара, Хана Цепора Бацара, Ида бен Хая Адива, Ефим бен Соня, Майя бот Фаина, Клара бот Броня, Алексей бен Ольга, Гая бот Цари, Мазван Барса Сгула, Ирина Батури, Арон Рябин Ури, За хороший дух, Арон Рябин Двора, Дизь бен Ахум, Авигаль Бацара, Хана бот Аврагам, Рафаэль Эрилей, Бен Лариса, Барса и Брюк, Лаир бен Рая, Марина бот Рая, Анна бот Александра, Борис Бен Марина, Алексей Бен Наталья, Всего хорошего, Олегу Марченко, Всем брака, Проноса, Кавана, Мазл Ток, Что мы это время не грешили, Учили Тору, Всем желаю крепчайшего здоровья, И пусть закончится страшная война, До следующих встреч, Надеюсь, Остается в Йом Решон, В 15 часов, Шаббат Шалом!